Ну что ж, флешку защищать мы уже научились, так что теперь можно не бояться хранить на ней самые важные вещи. А что для тебя на твоей флешке самое важное? Ну, по-разному бывает. Вот помню, когда защищала диплом, самым важным на моей флешке был именно диплом. Охраняла его как зеницу ока. Ну, диплом это ладно, ты его сохранила на компьютере, даже если он потеряется, то в принципе ничего страшного. Ну хорошо, а что для тебя самое важное? Ну, для меня на моей флешке, наверное, самое важное это фотошоп. Ну да, конечно. Фотошоп важнее. Только зачем тебе всегда с собой фотошоп? Вот объясни мне. Это же его на новом компьютере устанавливать всегда надо. Столько возни, лучше с собой компьютер всегда возить. А вот и не проще. И Артем тебе сейчас докажет, почему. Пара месяцев осталась до апокалипсиса, которую ожидают в конце декабря. В интернете эта тема одна из самых обсуждаемых. Есть те, кто думают только о себе, а есть те, кто думают о будущих поколениях. Самая ценная информация. И я решил сохранить ее на флешках. Это надежнее, чем на жестких дисках. А еще если на них портативный софт записать, наши потомки спасибо скажут. Ну а если серьезно, среди профессионалов уже несколько лет активно ходят портейбл-версии программ. То есть портативные. Это тот же самый софт, только не требующий установки на компьютер. Такие программы просто записываешь на флешку или внешний диск, подключаешь к любому компьютеру и работаешь. Удобство налицо. На самом деле очень удобно. Никаких лишних действий выполнять не приходится. Вставил, запустил, работаешь. Правда первое, что бросается в глаза, сама программа немного подтормаживает. Связано это с тем, что программа запускается с флешки, а не с жесткого диска компьютера. Не специалист этого даже не заметит. А весь секрет этих программ в том, что все их настройки и рабочие файлы не размазаны по всему жесткому диску, а компактно записаны в несколько папок, которые хранятся на флешке. Это очень удобно для тех, кто в постоянных разъездах по городу или часто отправляется в командировки. Ольга руководит небольшим рекламным агентством. И портативный софт ей необходим, как воздух. Удобно тем, что портативные программы всегда у меня под рукой, на флешке. Я могу открыть, показать результат своей работы, объяснить, рассказать. Не всегда эти программы есть у заказчика на компьютере. Не всегда заказчиками владеет. Поэтому очень удобен портативный софт на таком приспособлении, как USB-флешка. Но это еще не все плюсы портативного софта. Еще одна вкусняшка – это возможность пользоваться любимыми программами на компьютерах, где установлен административный пароль. Системные администраторы в офисах ставят его для того, чтобы простые пользователи сами не устанавливали программы, которые могут как-то повредить компьютеру. Ольга тоже с этим столкнулась. Друзья подсказали, что удобнее использовать такие программы в компактном, прототимном виде, потому что проще взять с собой флешку, приехать, поставить ту же программу либо на компьютере заказчика, либо на своем ноутбуке. Проверим это на практике. На этом компьютере пароль стоит. То есть без вмешательства системного администратора мы ничего сюда установить не сможем. Попробуем обойти? Да, очень удобно. И теперь нет нужды постоянно дергать системного администратора. Но добавим и ложку дегтя в бочку с медом. Во-первых, не все программы можно превратить в портативные. Не работает этот трюк с антивирусами и кое-каким профессиональным софтом. Например, для видеомонтажа. Во-вторых, осторожность не повредит. Популярностью Portable софта сейчас пользуются недоброжелатели. Они выкладывают на файлообменники портативной сборки программ, инфицированные вирусами. Скачаешь программу, установишь на флешку, а вирус украдет пароль от почтового ящика или данные электронного кошелька. Поэтому скачиваем только с проверенных сайтов и потом проверяем антивирусом. Но лучше всего сделать портативный софт самому. Для этого есть все возможности. Выглядит создание портативного софта так. Сначала устанавливаем программу, с помощью которой будем резать софт. В нашем случае это TIN-UP. Она платная, но есть возможность в течение 60 дней пользоваться ей бесплатно. Думаем, за это время можно все любимые программы превратить в портативные. Понравится? Можно и купить. TIN-UP отслеживает все изменения на компьютере и фиксирует появление нового программного обеспечения. Теперь будем устанавливать программу, над которой проведем эксперимент. Мы взяли бесплатный медиапроигрыватель VINAMP. Так, софт для создания портативной версии установили. Теперь запускаем сканирование системы. Программа проверяет, что и как у нас установлено. Когда проверка завершилась, не закрывая ее, устанавливаем VINAMP. Затем выбираем файл, через который будем запускать VINAMP. После этого программа предложит нам выбор. Как сохранить новую портативную сборку? В виде установочного файла? Или как уже готовую к работе программу? Теперь остается проверить, работает наша сборка или нет. О, заиграла музыка. Значит, у нас все получилось. Надеемся, и у вас получится. О подробности вы можете узнать на нашем сайте.